Зачет-незачет Министерства образования и науки России утвердило требования к выпускным сочинениям. Напомню, такой вид письменного испытания пройдет впервые с момента введения ЕГЭ. На написание текста объемом не менее 250 слов школьникам дадут 3 часа 55 минут. Орфографическим словарем пользоваться можно. По мнению чиновников, сочинения учеников должны соответствовать заявленной тематике и быть аргументированными. Кроме того, обязательны композиция и логика рассуждений. Учитывается также качество письменной речи и грамотность. Сочинение станет допуском сдачи единого госэкзамена и будет оцениваться по системе зачет-незачет. По мнению ярославских преподавателей, такой вид оценки является слишком субъективным. Старое сочинение, немного забытое, оно возвращается в школу. Это положительно, безусловно положительно. Поскольку зачет-незачет, поэтому здесь определяется такой щадящий режим. То есть, допустим, пять ошибок на сто слов орфографических, пункционных, это не оговаривается. Мне кажется, что здесь тоже есть такой элемент своего своего рода методического лукавства.